Оказывается, женщина на самом деле вы как мужик. Вот это уже перебор. Следующий вопрос. Вот вопрос, может, любопытный. Что приходит к человеку, если ему присаживают донорские органы? Ну, или приливание крови. Ну, во-первых, следующее. Мало кто знает, что будет проводить исследования, правда, проводить исследования на животных, но не меняет сути. Брали, допустим, собак, бедных собак, ну, к сожалению, ампутировали их конечности, и потом эти конечности сохраняли специально, и опять пришивали конечности к собакам. В одних случаях пришивали собакам те же самые конечности, какие у них свои собственные были, то есть те, что ампутировали, обратно ставили, или разные конечности разным собакам меняли. Так вот, обнаружили следующее. Когда, если, допустим, было ампутировано, и операция по приживлению происходила в течение меньше, чем в 24 часа, то отторжение шло к конечности только если собаке пришивали чужую конечность. Если собаке пришивали ее собственную конечность, она приживалась, ну, как родная, она оставалась и родной, понимаете? Но если пересаживание, приживление конечность происходило после 24 часов, то уже собака, организм собаке отторгал как чужую, так и свою конечность одинаково. То есть получается, допустим, когда у кого-то берут орган донорский, только в течение 24 часов этот орган сохраняет, так сказать, структуру того человека, который был. После чего они только генетически имеют торжество с тем человеком. И если в течение 24 часа присаживать, то, конечно, здесь возникает конфликт немножечко между... Ну, это подавляет, естественно, сильно, но в любом случае... Поэтому стараются делать пересадки между близкими родственниками. Почему? Потому что близкие родственники, генетика близкая. Ну, когда там почку пересаживают, там часть печени пересаживают и так далее. Но когда пересаживают сердце, то, естественно, близкий родственник сердца не может отдать при желании. Нет, желание может быть, но тогда он сам загнется, естественно, потому что без сердца, как вы понимаете. Вот. А уйдет отторжение одинаково. А то, что генетика сохраняется, это, в принципе, клетки... Почему вот мало кто знает, в принципе, пересаживанные органы через 5-7 лет опять нужно пересаживать. Почему? Потому что когда идет, так сказать, замена клеток, цикл, допустим, 5-7 лет цикл, то опять все возвращается тому, что было. Потому что пересадка, допустим, больного органа не меняет проблему, которая была. И поэтому донор нужно опять заново пересаживать. И так. И все это время обычно человек сидит на гормонах, не позволяющих организму отторгнуть пересаживанный орган, что очень тоже плохо. Так что, в принципе, лучший вариант вообще ничего не пересаживать. И это, в принципе, своеобразная иллюзия, с моей точки зрения, когда человека якобы спасают. Это временно. И к тому же уже красить человека на гормонах, это уже, опять-таки, ненормальная жизнь, с моей точки зрения. Ну, у каждого с своей точки зрения. Лучше спасать по-другому. Можно ремонтировать сердце без того, чтобы пересаживать органы других людей. И это можно восстанавливать сердце даже при тяжелых, многократных инфарктах или патологиях, возрожденных и так далее. Все это делается. Только другие технологии для этого должны применяться. А медицина современная, она давно пройдет в мафию, которая плевать на людей, а нужно что? Денюжки. Я не имею против ничего, чтобы человек трудится, и он получал за этот труд деньги. Но когда делается то, чтобы человек стал вечным больным, то это не медицина, с моей точки зрения. Продолжение следует...